И вновь всем хайку друзья мои, я рад вас снова видеть у меня на канале, но сегодня речь пойдет не обо мне и даже не каких-то конкретных играх, а всего об одной. А недавно вышедшим в последнем паке миссий для новой. Хотя я хотел бы обсудить всю игру в целом, поэтому поехали. Я думаю есть смысл рассказать свое мнение, так как я уже прошел игру и возможно если вы еще не купили это дополнение, хотя стоп о чем я, как можно не купить что-то от Близзард. И учитывая что все уже купили эту игру, но еще не играли, обзор будет без спойлеров. Сами они будут в конце и заранее я о них скажу, так что будьте внимательны, смотрите на экран и слушайте меня. Итак в руках у нас нова, со всеми своими девятью миссиями. Как я уже сказал, давайте по порядку. Начнем с графики и... собственно она ничем не отличается и все так же хорошо выглядит. Впрочем CGI ролики к сожалению отсутствуют. Все видео вставки сделано на движке игры, не скажу что это плохо, но заметно что метелицы с каждым разом все ленивее делать более качественные вещи. Теперь перейдем к звуку. Ну честно говоря, тут мне даже сказать нечего, музыка и прочие звуки игрового окружения у меня претензий не вызывают, да и как они могут? Что-что, а со звуком Близзард работать умело, умеет и будет уметь надеюсь долгие годы. Так что уши вам точно резать не будет и слушать все будет очень приятно. В том числе и озвучку, которая по моему мнению получилась тоже отличной. Хотя помнится многие были недовольны изменением озвучки у новой, а мне она показалась наоборот более хорошей на вкус и цвет так сказать. Что же касается геймплея, опять таки придраться к чему-то сложно, кроме как заскриптованности многих сцен или например слишком имбовых вещей дающих нам преимущество. Все остальное как всегда стандартный добротный Старкрафт с хорошим и удобным управлением. Но это не все. Если ранее вы играли только в кампании и больше никуда не заходили, то это DLC сможет вас удивить. Теперь стало намного более интереснее играть, благо некоторым нововведениям. Но если вдруг стали копаться в игре и нашли так называемую игротеку, то чем-то сильно удивить вас уже не получится. Но все же они старались и на мой взгляд миссии получились интересные, хотя некоторые из них мы могли видеть и ранее в прошлых частях игры, крылья свободы или сердце роя. Ну что же, давайте теперь перейдем к сюжету. Повторюсь, полерить не стану. Сюжет лично мне показался притянутым за уши. Просто есть нова, есть какой-то невесть откуда взявшийся враг, есть друзья, которые нам не доверяют, да и мы им тоже походу. Самое интересное, было все довольно предсказуемо и довольно сумбурно склепано. Не скажу, что сюжет писался на коленке, но все же на мой взгляд он получился довольно странный. Насколько можно судить, все это происходит где-то после окончания кампании Наследие Пустоты. В таком случае становится непонятна мотивация некоторых героев или антигероев игры. Проще говоря, они не соответствуют концовке Лотва, что уже странно. Такое ощущение, что Близзы сами забыли, что говорили ранее или сценарий писал кто-то совсем другой. Ну да ладно, пора уже сказать само мнение о игре. Так, давайте посмотрим. Минусы. Нет сижая роликов. Переозвучка новая. Заскриптованность в основном в последней миссии. Похожесть миссий. Малость проходной сюжет с довольно слабой концовкой. Впрочем, это было и в Наследие Пустоты, так что проехали. Плюсы. Приятная графика. Хороший звук и озвучка. Приятное управление. Нововведение в геймплее. Ну и отсылки к старым играм Близзард, конечно, порадовали. В целом, если не обращать внимания на эти малые для многих минусы, игра стоит своих денег. Но лично на мой взгляд, покупать ее стоит только на скидках и никак иначе. В общем, если вы фанаты игры Близзард, вам нравятся стратегии, то вам стоит приобрести этот DLC. Ну или, конечно же... Как это делали многие. В общем, получилось неплохо, хоть и не дотягивает до оригинала. Теперь можно порассуждать, чем же ребята из Метелицы займутся дальше. Я могу лишь предположить, что они будут делать дальнейшую озвучку платных комментаторов, дополнительные смайлы, шкурки для юнитов и прочую косметическую, мало кому нужную ересь. Впрочем, возможно, вам они и нужны, но лично мне не особо. А, ну и еще, естественно, новые герои для кооперативного режима, куда ж без них-то? Впрочем, кто знает, может скоро мы увидим еще один пак таких же миссий, ну и, например, про жизнь того же Стукова или там Загары. Кто знает, кто знает, время покажет. На этом у меня все, друзья мои, дальше решайте сами. Если вы еще не ознакомились с игрой, то знайте, дальше будут спойлеры. Так что бегом от экрана и выключайте видео, если не хотите знать о них. А также аккуратней читайте комментарии. Всем уходящим пока, а мы продолжаем. Что ж, друзья, у меня есть несколько вопросов о игре, которые я хотел бы с вами обсудить. Первым и фановым вопросом станет, чем же вам так не понравилась озвучка новая? Как по мне, она стала лучше. Ну да ладно. Главным же вопросом, какого фига Аларак стал таким уродом? Хотя до этого он был не против сотрудничать с людьми, а тут вдруг вражина такая страшная. Такое ощущение, что произошло что-то интересное, о чем забыли упомянуть Близзы. А также мне интересно, почему, по вашему мнению, они решили сделать именно такой тип кампании? Про будущее этого мира, заместо того, чтобы раскрыть саму историю новую. Ну, более подробно. Вроде скажете, они раскрыли? Я бы так не сказал. По сути, нам дали всего одну миссию, где от Тиразина она вспомнила, что раньше над ней издевались и промывали ей мозги. Что, собственно, и так известно всем читателям книг по стару, да и в игре, помнится, об этом упоминалось. Ну, я о том, что призраки довольно специфически обрабатываются. В общем, как по мне, с раскрытием персонажа они не справились. Еще странный момент. Вот наш Валера снимает с себя полномочия, но при всем этом полноценно командует всеми тиранами. Хотя, по идее, контроль должен был перейти к Дэвис, и дальнейшей миссии уже не было бы, так как войска просто бы уничтожили все сопротивление, включая новую, не дав им и шанса. Ну да ладно. А еще было очень смешно вертеть и крутить финального босса. На самом деле, он как-то очень легкий, и если первым делом выносить ему ракеты, то дальше его убийство превращается в абсолютно легкую и неинтересную карусель. А вот за скриптованности постоянной атаки на вашу базу, в любом случае, разрушили вы врага или нет, но они все равно продолжают идти. Это мне, знаете ли, понравилось, так как они подлавливают вас, когда вы не ждете. Впрочем, тут и моя попорукость, наверное, сыграла свою роль. Ну да ладно. В общем, друзья, не забывайте высказывать свое мнение насчет этого DLC. В комментариях я с удовольствием все это дело почитаю, пообсуждаю с вами эту тему. Желаю вам играть только в хорошие, в действительно хорошие игры. Веселого настроения вам, ребят. Пока-пока.